всем привет с вами петрович подписывайтесь на мой инстаграм также будет ссылка в описании на страничку там по сути все просто все весело как я отдыхаю где гуляю то есть просто красивые места там что я готовлю на завтрак потому что я не могу готовить кучу блюд покушать я люблю попить я люблю отдохнуть я люблю поэтому вот все что более менее интересное я выкладываю в инстаграм сейчас это стало модным сегодня я ходил к своему мастеру обновил стрижку цвет и так далее немножко скажем так прихорошился потому что болезнь она немножко утомляет она выжимает все свои соки и чувствуется вот это старение организма на самом деле и в любом случае надо брать какие-то силы и гулять по сути до нее идти совсем недолго то есть в обычной жизни говорится в здоровом теле здоровый дух до нее идти пять минут простым шагом сегодня у меня прогулка в одну сторону заняла полчаса то есть понимаете разницу насколько ситуация не то что плачевно но присутствуют болевые ощущения до трофическая язва не опять основа и я так полагаю что уже взято за правило она появляется два раза в год именно обострение осень и весна и в какие-то промежутки зима и лето чувствуешь себя более-менее нормально я немножко почитал в интернете потому что врачи никакую информацию не дают у врачей все просто пейте аспирин хотя последний врач сказал и кардиомагнил ребят но тромба а стоит копейки кардиомагнил стоит но я бы сказал немалых денег хотя в принципе у них свойства одинаковые то есть разгущать кровь как бы да и соответственно не будет никаких закупорок сосудов моем случае пить аспирин надо было еще немножко раньше до операции пока все ситуация не началась поэтому как говорится поздно пить боржоми когда почки отвалились но никто об этом тогда не знал ну ладно бог с ним что случилось то случилось то лазер по просторам интернета как таково ничего не сказано про лечение везде все это двояко одни говорят язву машли в миколью в других статьях ни в коем случае не в миколью мазать нельзя машки бетадином там и так далее так далее так далее про диету опять же никто ничего не говорит но я сделал некие свои выводы давайте на 1 диета какое-то время мне придется попаститься именно что посидеть на вареной картошке без соли без ничего просто тупо вареная картошка ее можно почистить ее может творить в мундире соленого хочется очень сильно в данный момент я отвариваю просто без ничего но добавил чуть-чуть соли чтобы и куриная грудка не было пресные там буквально ну половина куриной грудки а половина ушла на вяленое мясо поэтому рецепт будет или здесь или здесь поэтому покушаю куриную грудку также отваривая картофель жутко хочется чеснока поэтому чеснок я добавлю в куриный бульон свежий то есть я не буду варить и просто вот как то вот папе похлебаю такой ну куриный бульон наверно с мясом можно так сказать с одной стороны надо ограничить количество жидкостей а именно чай чай он как-то сгущает кровь там и так далее надо пить больше воды то есть вода с аспирином кабана он делает кровь более жидкой наверное но вода водою а все-таки чая хочется поэтому я разбавлю количество потребляемого чая где-то 50 на 50 то есть в течение дня да там стакан воды стакан чая там и так далее и так далее там до самого вечера соответственно прогулки хотя бы прогулки то есть у ровно столько сколько вы можете пройти то есть если вы находитесь на больничном и не работаете это что касается наверное питание сейчас никогда этого не делала сейчас но у меня в данный момент трудная ситуация финансы то есть с деньгами проблемы образом говоря как всегда там задерживают и так далее там то начальник заболел то в отпуске там то у него свадьбы там то похороны там и так далее деньги не платят как года болезни то не застрахован поэтому но что-то где-то перезанимаю то есть если у вас есть возможность выслать и некоторую сумму то я буду не против на самом деле то есть денежка пойдет на бинты бит-1 хлоргексидин как бы да там какие-то марлевые повязки плюс обезболивающие сейчас я вам подробно расскажу для чего все это надо у меня уходит где-то обезболивающих там 45 таблеток в течение дня то есть по мере прекращения их действий по мере болевых ощущений потом что я использую это хлоргексидин это бит-1 видно лет 1 для чего все это надо стоп еще такой момент это скажем так салфетки марлевые они большие то есть я их режу по по объему по количеству своей раны то есть где-то примерно такой кусок что еще я использую спонжики спонжики я взял фикс прайсе то есть их тут 100 штук они стоят порядка 20 рублей бинт не стерильный то есть не стерильный бинт его хватает на три раза то есть если у вас закончились такие вот марлевые салфетки то соответственно хватает бинта не на три раза она 2 потому что надо что-то делать что еще что еще ватные палочки это как раз наносится хлоргексидин и вот самую вот эту дырку трофической язвы как бы это не было больно как бы это не было противно палочка очищается внутри от всех этих отложений трофическая язва ребят ощущение это не из приятных надо иметь какую-то силу воли чтобы но знаете когда вы пришли куда-то на перевязку там в поликлинику хирургу да вы там отвернулись а вот там что-то там вам делает образно говоря ногу забинтовал и сказал все пациент где выход вы знаете соответственно здесь я делаю все это сам как бы но болевой порог у меня немножечко как сказать но у меня боль такая притупленная то есть по каждому поводу скажем так я не возмущаюсь там не плачу не ойку не айку вот все это стоит денег образно говоря то есть чтобы очистить рану я напомню что салфеток ватных дисков здесь 100 штук то есть мне надо порядка 10 10-15 ватных дисков чтобы сделать одну перевязку то есть я беру ватный диск смачиваю его хлоргексидином и обрабатываю поверхность поверхность это у нас идет там где идет сокровица если вы не знаете что такое сокровица как бы залезть в интернет но в двух словах когда идет регенерация тканей то есть но организм борется организм восстанавливается при этой болезни при трофической язве чего не получается и вот ткани там что-то отделяет что-то отторгается выделяется сокровица чтобы в ранку не попадала никакая инфекция то есть только такая как бы защитная реакция организма в этом нет ничего плохого но с одной стороны нет ничего хорошего то есть ваша нога на нифига не заживает и первое что надо сделать это промыть очистить сокровицу ну допустим при перевязке то есть надо промыть ее хлоргексидином ни в коем случае не используйте перекись водородов кто бы вам что не говорил почему потому что перекись водорода разъедает рану она становится глубже глубже и тем более допустим по краям то есть если у вас была там ранка вот такая вот то с помощью перекись водорода впоследствии она станет у вас вот такая вот соответственно площадь повреждения у вас будет уже вот такая да за место там вот такой то есть выкиньте перекись водорода вообще не используйте для этого придумали хлоргексидин от него толку больше потом все обработали рану она сушится то есть главная задача в сукровицы это осушить чтобы ранка была сухая не надо ничего там где сукровицы на нее наносить не надо ранка должна высухая забудьте про бит один забудьте про левыми коль и всякие другие мази не надо дальше сама язва у меня сейчас грубо говоря там две глубоких ну конечно не сквозных дырки блин отверстие через которую выходила там гнойная субстанция когда я накладывал кстати капустный лист с чего все началось я не сказал в какой-то момент у меня отекла стопа барабан блин я сразу понял в чем причина то есть грубо говоря в какой-то момент в ранку попала инфекция я не до конца не мог понять там где это было ранка оказалось ранка на промеж пальцев ее по сути там и незаметно было вот и при травмофлебите то есть любая незначительное попадание какого-то микроба все это вы вылазит какую-то прям реальную проблему понимаете то есть грубо говоря если вы порезали палец на но скажем так на здоровой руке или ноге как бы данного стом заживет как на собаке понимаете но если вы поранили ногу там где у вас нарушена кровообращение травмофлебит там или еще там что-нибудь все достаточно только вот дуновение там ветра воздуха понимаете там попадание какой-то микроинфекции все и вы это не заметите все пипец это вот на два-три месяца просто вот это хромание болевого синдрома и так далее далее да то есть но возвращаясь к тому что мы обрабатываем рану то есть берем вот эти вот ватные палочки берем хлоргексидин и там ковыряемся в этой ранг очищаем конечно перекись водорода справилась бы со всем этим намного быстрее потому что она шипит все это вот наружу в это но площадь камбараны она становилась бы больше то есть грубо говоря ну она бы пол ноги бы съела понимаете перекись водорода вот если среди вас есть врачи как было напишите комментарий как бы прав я не прав там может быть на самом деле просто я все это говорю из личного опыта вот и после того как вы ватной палочкой там вот дырку всю эту обработаете хлоргексидином когда все это чуть-чуть подсохнет ну пройдет а минут пять там не знаю сколько лично я вовнутрь вовнутрь заливаю бета-1 это один и вокруг саму ранки я также мажу бета-1 он также подсушивает и вроде как залечивают раны потому что но везде как бы используют бета-1 там йод но йод не используют используют бета-1 и потом вы уже накладываете вот эту салфетку марлевую и все это перевязывайте бинтами то есть это как он должно быть в течение дня то есть от перевязки до перевязки вы можете пролить хлоргексидином там где у вас идет сокровица ребят но это видно то есть берете снимаете носок и видно то есть где есть пятна но вы же знаете где у вас находится сама рана там это язва да и вы знаете там где вас идет сокровица вот и просто в течение дня несколько раз проливаете места от перевязки до перевязки хлоргексидином для того чтобы она вот подсушивала вот эту сокровицу по расходам здесь 100 ватных дисков как я сказал что на одну перевязку мне уходит 10-15 дисков соответственно берем по минималке 10 дисков за одну перевязку то есть вот этого хватает на 5 дней вроде бы мелочи 20 рублей окей а болеть знаете это в лучшем случае если пройдет месяц как бы 20 рублей дальше умножайте на то количество времени когда вы будете болеть бинт 1 1 бинта это 7 метров на 15 сантиметров то есть широкий бинта мне его хватает на три перевязки то есть полтора дня я нашел в аптеке недорогой фу блин он стоит пока стоит 30 рублей других аптеках стоит 50 60 70 рублей так далее не стерильный я сам шоке как это может кусок тряпки стоит извините меня там 50 рублей и во многих аптеках просто стерильный бинт стоит 50 рублей то есть понимаете то есть но где-то нас я на там за дураков держит дальше что я хочу сказать бинтов надо много все это стоит денег одной бутылки хватает опять же там на одну максимум два дня то есть вы все это спонжики заливаете заливаете промываете мажете 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 то есть даже нет одной бутылки хватает где-то на 3 максимум 4 перевязки 4 обработки я бы сказал здесь сложно сказать то есть какой расход какая какая площадь нанесения и так далее но на остатках есть еще маленькая ну ватные диски ватные палочки стоят тоже копейки то есть экспрессе можно купить за небольшие деньги обезболивающие это титанал до вспомнил титанал до самые сильные 5-6 таблеток не хватало там 30 таблеток грубо говоря там на 5-6 дней то есть нового ребятка бы ну пачку в неделю съедать как бы но это перебор поэтому ребят как-то так средства нужны пока мне там выплатит скажем так мой начальник как бы на как говорится главное не загнуться питание соответственно само собой что здесь добавить что отнять как бы да опять трофическая язву да опять мучиться болезнь царская тот уже не знаешь что надо есть что нельзя есть понимаете все мы люди хочется и шашлыка хочется и кофе да кстати курить нельзя если вы заядлый курильщик то вот эта вся беда она будет заживать очень и очень долго понимаете курить нельзя курить нельзя даже тогда когда у вас нету язвы потому что никотин он сгущает кровь а мы чтобы не сгущало допьем там аспиринчик кушаем там острый перчик там и чесночок а вот он чтобы так чтобы нашу кровушку организм сердечко наше разгоняло курить нельзя нельзя много чая нельзя много кофе то есть нельзя тех продуктов которые сгущают кровь вот такая царская болезнь понимаете да в одном из моих роликов есть выпуск про битву лекарства это детролекс винарус и даже по флибоде и детравенол детравенол также стоит курс как бы ну как бы немалых денег то есть подешевле чем детролекс как бы но две с лишним тысячи это стоит денег оба ребят ну реально деньги просто нужный взять не пока в данный момент к бы их просто нигде ну нет но буду обрабатывать солевым раствором и замочу все это в тряпку ну вот как то так будем как-то выкручиваться ладно бог с ним что я еще могу сказать да ничего на самом деле то есть все что я хотел о лечении о своем наблюдении я наверное сказал то есть скорее всего а вот еще как правильно пить детролекс или же там винарус да то есть кому что подходит мне сказал врач так правильно пить то есть вроде бы курс пьется два месяца и потом как бы через полгода нет неправильно вы пропили курсу два месяца потом четыре месяца вы отдыхаете и того в совокупии это получается шесть месяцев и потом через четыре месяца вы пьете опять курс два месяца вы пьете таблетки и четыре месяца вы отдыхаете и того получается 6 плюс 6 то есть 12 месяцев два раза в год мне прошлый врач сказал хирург когда я выписался с больницы после операции он сказал так как я понял как он написал два месяца пропили детролекс полгода отдохнули потом еще раз два месяца пропили детролекс полгода отдохнули до этого получается то есть сколько то неправильно два пропили 4 отдохнули 2 пропили 4 отдохнули в совокупе получается 6 месяцев и вот каждые 6 месяцев то есть вы пьете детролек свиноруса и так далее что еще что еще ребят наверное все поэтому ребят как-то так не болейте лечитесь более ответственно подходите к вашему здоровью напомню что курить при этой болезни нельзя курить нельзя даже при варикозе докурить вообще нельзя и диета диета пока вы болеете хотя бы придерживайтесь диеты поэтому ребят все не болейте следите за видео там палец вверх комментарии если вы там флеболог хирург тем более пишите ваши комментарии отвечайте на вопросы которые будут вам задавать такие же скажем так коллеги по несчастью потому что я обратной связи от тех людей врачей я не нашел то есть все сводится к тому что эти детролекс аспирин компрессионный чулок там нога вверх нога вниз прогулки и так далее больше воды и там меньше там и вроде говорят и сам все знаешь поэтому что тебе говорить я груду конечно да я все знаю а где результат из-за чего два раза в год происходит такая беда поэтому тему развивать можно бесконечно поэтому ребят все не болейте как я уже сказал что палец вверх комментарий подпись